Добрый день, уважаемые слушатели, добрый день. В эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. И что можно сказать в этот момент? Сейчас самое время поговорить о том, что происходит на финансовых площадках. Наконец-то я вживую, что называется, могу об этом вещать. Итак, тема сегодняшнего эфира. Российский фондовый рынок. Поводов для роста нет. Ну, опять поставим вопрос в конце этой фразы и поговорим о том, есть ли они действительно или их нет. Ну и, как всегда, разговор даже будет касаться не только российского фондового рынка, а мировых финансовых площадок в целом. Итак, начнем. Прежде всего, я представлю моих гостей в студии сухого остатка сегодня Гильды Союнов, старший аналитик Альфа-Банка. Добрый день, Гильды. Добрый день. И Александр Двуреков, трейдер инвестиционной компании «Максвилл Капитал». Добрый день, Саша. Уважаемые слушатели, для вас напоминание. Телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Все это может понадобиться вам для того, чтобы присоединиться к нашему эфиру. Вы можете позвонить, задать свой вопрос, поделиться собственными наблюдениями. Действительно, месяц август в самой середине своей, в самом разгаре. Месяц август, как известно, это месяц летний и достаточно тихий и спокойный. Поэтому, скорее всего, и рынки ведут себя соответствующе. Ну, давайте, собственно, посмотрим, как они себя ведут. Итак, картина маслом. 15.7 в Москве. Что происходит на финансовых площадках на это время? Сегодня понедельник. Начнем с закрытия американской торговой сессии в пятницу. Она прошла. Закрытие, точнее, да, прошло. В отрицательной территории немного снизились индексы американские. Dow Jones 4%, S&P 500, простите, 0,3% потерял. И NASDAQ примерно столько же. Сегодняшняя сессия была интереснее, поскольку Азия разноправленно торговалась. И для этого были причины. Неожиданное сужение предварительного ВВП в Японии отразилось на падении. Nikkei 225 снизился почти на процент. А вот положительная статистика Китая дала повод подрасти. Shanghai Composite почти 2,5%. Он сегодня в плюсе, но он и один такой сегодня. Один такой, потому что европейская сессия тоже вяло текущая. И в основном ниже ватерлинии торгуется FTSE 100, минус 0,3%. Наши индикаторы примерно так же. RTS 0,4% теряет, 1319. Ну и чуть лучше выглядит индекс ММВБ 0,1%, 1380. Потому что потому, потому что рубль тоже не стоит на месте. Смотрим далее. Сырье и Forex. Нефт марки Brent 106,80 за бочку. Недалеко от нее Light Sweet 105,30 за бочку. Золото скакнул сегодня, кстати, на хорошие статистики по Китаю. И торгуется в районе 1325 за тройскую унтую. И индикатор валютного рынка евро-доллар пытается пробиться ниже 33 фигуры. 1,32,97. Набор голубых фишек разнонаправлен и очень и очень вяло выглядит. За исключением Росгидро в плюсе на 2,5% и примерно так же в минусе Уралкалий. Все остальные в пределах 0,2%. Кто выше, кто ниже нулевой отметки. Скучно, Саша. Ты вообще как август месяц? В отпуске ты не был еще, я так понимаю, да? Был. Был уже? И спрашивали на прошлой передаче. Ну, то есть ты был давно на прошлой передаче. Это 2 недели как минимум назад. И ты пришел сейчас и как трейдер инновационной компании. Ищешь какие-то идеи, а их нет. Все происходит. Ну, сейчас в основном идея какая в металлургах. Последние несколько дней лучше себя чувствует металлургический сектор. С одной стороны, это связано с лучшей статистикой по Китаю, чем ожидали. И, ну, которая, соответственно, спровоцировала рост на сырьевых рынках, также отразилась на нашем рынке. У нас металлурги, начиная с четверга, очень хорошо прибавляют. Вот в пятницу НЛМК у нас 80 с лишним процентов дал. Ну, как бы, там несколько предпосылок, он же отчитался. Вот, ну, я бы отчетность назвал бы неоднозначной, хотя ее вроде как считают нейтральной, близко к консенсусу прогноза. Ну, там прибыль упала на 87% по сравнению с аналогичным периодом. Там чистая прибыль всего, по-моему, 79 миллионов долларов, какая-то маленькая. Видимо, хорошо отреагировали на то, что, в принципе, есть прибыль, учитывая то, что сырье так сильно просело. Вот, ну, тем не менее, может быть, еще за счет эффекта низкой базы, в общем, НЛМК так хорошо потащили. Сейчас, в основном, вся идея это металлургия. Ну, то есть, находится, тем не менее, да, возможность заработать. Даже в августе, в середине его, на российском рынке, все равно заработать можно. Всегда найдется какая-нибудь бумага, которая растет. Надо только поискать ее, естественно. А, Гильдар, тебе вопрос, как старшему аналитику, прежде всего, да, и посмотрим глобально на события мировой, да, мировой экономической конъюнктуры, мировой финансовой конъюнктуры. Собственно, разговоры вокруг, сворачивая программу КОИ-3, ожидания вокруг этого, они все еще будоражат умы инвесторов. Или отошли все-таки на задний план, и сейчас что-то другое. Ну, а если посмотреть на минувшую неделю, то, да, не отошли на второй план, потому что каких-то определенных индикаторов, которые могут повлиять на решения комитета по открытым рынкам США, их не было. И, конечно же, внимание было сосредоточено на статистике из Китая, но она вся оказалась в лучшем ожидании, что привело к некоторому ралли на рынке сырья. Наступившая неделя, на мой взгляд, она вновь вернет интерес и внимание инвесторов к североамериканским рынкам, и, в первую очередь, к риторике членов федеральных резервных банков. На этой неделе они выступают, да? Нет, на прошлой неделе было выступление четырех из них, трое из них сказали, что они все-таки за ужесточение денежно-кредитной политики уже в этом году. А вот на этой неделе будет индекс потребительских цен. То есть уровень инфляции, он напрямую зависит и влияет на денежно-кредитную политику регулятора. Ну и, соответственно, эти данные в конце недели, которые будут опубликованы, они напрямую повлияют на настроение рынка. До этого, мне кажется, будет такое вяло текущее отыгрывание ожиданий восстановления экономики Китая. Но уже вот предстоящие заседания в Джексон-холле 22-24 августа, они, конечно же, будут некоторым таким предсловием к сентябрьскому, такому ключевому, как ожидает рынок, заседанию ФРС, на котором якобы рынок ожидает сокращение, начало сокращения программы выкупа активов. Уже в сентябре, да? Да, то есть это 18-19 сентября. Но все-таки темпы роста, восстановление экономики, они слабые. И здесь говорит однозначно о том, что все, в сентябре мы сворачиваем программу, что, в принципе, должно повлиять негативно на наш рынок. Ну, я бы так строго не стал бы утверждать. А вот, возвращаясь к статистике, которую ты озвучил, на этой неделе выходит CPI, да, я так понимаю? Да. Вспоминая разговоры вокруг, возможно, сворачивания КОИ-3, а точнее даже вспоминая разговоры, выступление господина Бернан, который два основных вектора, да, развитие американской экономики нам определял, это рынок труда и, соответственно, инфляционные ожидания. Вот с точки зрения инфляционных ожиданий, насколько они существуют сейчас и что в конечном итоге может подтвердить этот выход CPI на этой неделе? Инфляция в Штатах, да, вот она есть? Ну, я думаю, что, скорее всего, она не такая будет большая. То есть мы видели, что в минувшем месяце основной вклад в рост инфляции был внесен за счет роста энергоресурсов. Мы видели, что WTI в июле до максимальных значений вырос, спред между брендом сократился. И это, конечно, негативно повлияло на стоимость галлонов США и, соответственно, на цену на нефть. В этом месяце, точнее в июле, это влияние сошло на нет. Но вопрос, насколько будет в дальнейшем отражаться спрос на товары длительного пользования, на остальные потребительские, на основную корзину потребительскую, это остается открытым. Открытым. И, опять-таки, подытоживая разговор о возможных инфляционных ожиданиях, все-таки, я бы так сказал, акцент, больший акцент Федрезерв делает на рынке труда или статистика по инфляции тоже может каким-то образом на решение о сокращении КОИ-3 повлиять? Ну, мне кажется, все-таки рынок труда, потому что они говорили, что в первую очередь для них все-таки ключевым фактором будет рынок труда, и они именно смотрят на уровень безработицы. То есть, в принципе, статистика по инфляции уже поскольку постольку. Да, если она будет в пределах определенного коридора, то да. Хорошо, огромное спасибо, мы сейчас с вами прервемся. Как всегда, в это время новости на Финам.ФМ, а потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Теперь сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии. Кильды Саюнов, старший аналитик Альфа-Банка и Александр Двуреков, трейдер институтной компании «Максвилл Капитал». Мы, как всегда, обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках, ну и сделаем акцент наверняка более на отечественном, родимом, российском фондовом рынке, который, как подсказывают мне мои гости, для которого, как подсказывают мои гости, поводов для роста нет. Это правда, Саша? Это правда? Нет поводов для роста? Ну, на нашем рынке, допустим, всегда есть повод для роста. Ну, это то, что, возвращаясь, да, точечный вариант, вот ты предложил, металлурги, НЛМК выяснил на 8%. Ну, не обязательно точечный, я неоднократно говорил то, что наш рынок в любом случае остается перепроданным и очень сильно зависит от внешнего притока денег и повод для роста, может быть, элементарно, это иностранные деньги. Я с тобой согласен, во-первых, мне понравилось, элементарно, элементарно, Ватсон, да, иностранные деньги пойдут на российский рынок, вот вам и рост. Пожалуйста, повод. Да, но другой повод для того, чтобы они пошли, мы все время об этом же говорим, они пока только уходят, поводов для того, чтобы они вновь вернулись на российский рынок нет. А что может быть таким поводом, кстати, Ильды? Ну, на самом деле, вот на текущий момент такая складывается ситуация, которая может способствовать этому притоку, и здесь несколько факторов. Во-первых, мы видим, что все-таки американские индексы, в частности, СНП уже как месяц пытается пробить и закрепиться на отметке 1700 пунктов, но никак не получается, соответственно, дальнейшие поводы для роста появятся только в следующем сезоне корпоративной отчетности, это 8 октября. Традиционного кода. Для роста именно американского рынка, правильно понимаете? Соответственно, учитывая то, что за последний месяц Бернанке смягчило риторику относительно сроков и сроков программы, сворачивания программы, здесь мы увидели, что, во-первых, мы несколько стабилизировались, мы уже не падаем с начала года, как это было, и плюс еще мы видим некоторую стабилизацию в экономике Китая, то есть, во-первых, та ситуация накаленная, которая была с мая по июль, она сошла на нет, это на рынке межбанковской критования в Китае, то есть, там уже ЦБ готов предоставить, по разным данным, от 40 до 85 миллиардов долларов, и, соответственно, мы видим, что экономика Китая стабилизировалась, ну, соответственно, до следующих данных по экспорту и импорту мы будем ожидать, что эти показатели будут улучшаться, соответственно, спрос на сырье тоже будет расти. Помимо этого, нужно отметить, что на российском рынке не циклические сектора, как телекоммуникационный или потребительский сектор, они выросли, то есть, индекс МВБ потребительский сектор вырос на 15 процентов. Это с начала года, да? С начала года. Телекомы выросли на 5 процентов, в то время как циклические они упали на 25-30 процентов в среднем. Ну, нефтегаз там не сильно, в основном это металлурги. Ну, и, соответственно, на этом фоне мы видим, что акции магнита уже так не растут, рост телекома так не растут, Яндекс уже продают в Нью-Йорке, и, соответственно, можно говорить о том, что может быть в ближайшее время на фоне стабилизации цен на сырье и ожидания восстановления экономики Китая мы увидим спрос хотя бы на металлургов. Ну, и возвращаясь к вопросу, который прозвучал, и этот спрос на металлургов в том числе будет подтверден и иностранным капиталом, я правильно понимаю? Да, нужно ответить, что вот те же самые покупки Мечила, которые сопровождались в пятницу, они происходили на объемах в три раза превышающих среднее значение. Ну, и все-таки знаменательные события, когда, допустим, акции СТС и Яндекс на торгах в Нью-Йорке падают, а в это время металлурги растут. То есть, ну, несколько перекинулся спрос, и мне кажется, инвесторы до сентябрьского заседания готовы рискнуть и пойти на повышение рисков. И в этом случае, да, им будет привлекательный, развивающийся рынок, такой, как российский. Кроме металлургов, Саш, еще какие-то могут их идеи заинтересовать здесь? Ну, это опять, если, так сказать, придерживаться логики, которую Гальди сейчас предложил, это будет, даже если иностранный капитал, он спекулятивен все равно, да? Конечно. То есть, ребята говорят, вот до заседания вроде бы все нормально, Китай стабилизируется, у нас есть возможность вот эта месячишка там, да, тройку недель, быстро деньжат срубить, давайте вот на развивающийся подъем, там, в России металлурги отскакивают. Так выглядит это все, Саша? Ну, примерно, может быть. Хотел сказать то, что если по секторам сравнивать, допустим, вот как у нас нет интереса с электроэнергетикой, так ее нет в США, если с начала года смотреть энергетику, у нас минус 30%, в США минус 4%. Ну, просто это к тому, что не наблюдается ни рост, ни там, ни здесь. Разница небольшая есть. Да. А индекс, ну, в Америке немножко все сложнее, там у них нет такого металлургического, у них там, это называется сырьевой индекс или там Basic Material, у них и нефти, нефтяные и комодисы, у них все это одним индексом, да. Вот он испытывал достаточно сильное давление в течение года, вот за последние месяцы он немножко воспрял дух, он сейчас с начала года плюс 4%. Вот там началось оживление небольшое, соответственно, я думаю, если интерес у них есть там, то они его могут перекинуть на соответствующие сектора в других развивающихся рынках. Поэтому, я думаю, в ближайшее время, конечно, металлурги могут себя чувствовать лучше, ну, и нефтегазовый сектор, хотя он не так сильно просил с начала года всего минус 4%. Скажи, пожалуйста, по поводу электроэнергетики, мне очень понравилось твое сравнение, здесь к ней не особенный, да, интерес привлекается, и в Штатах тоже, ну, понятно, здесь минус 30, там минус 3%, а там-то в чем причина, в Штатах я имею в виду, почему не интересен этот сектор для инвестора? Ну, потому что он низкомаржинальный, потому что цены на электричество, они в основном регулируются государством, и... Ну, то есть там по большому счету можно тоже, наверное, сравнить, да, некий административный фактор влияет, просто у нас он более серьезный оказывает, да? Ну, с одной стороны административный фактор, с другой стороны единственное, что может на развитых рынках дать толчок для роста электроэнергетики, это бум промышленного производства, вот тут, конечно, сразу... Именно бум, не вялый рост, как периодически мы видим, остались. Разумеется, если начинается развиваться промышленность, соответственно, энергетика тоже, ну, соответственно, начинает себя чувствовать лучше. Спрос растет. Сравнение, это насколько корректно, на твой взгляд? Я имею в виду вот именно интерес в электроэнергетике в России и в Штатах, административный ресурс. Ну, мне кажется, он не совсем корректен, потому что, с одной стороны, у нас вся реформа затевалась с определенной целью, но эти цели до сих пор не совсем достигнуты, и, соответственно, мы видим такую динамику рынка. Ну, в США несколько другие факторы, то есть, во-первых, это изменяющиеся цены на сырье, это газ, это уголь, и плюс, опять же, как уже сказал мой коллега, там нет пока бума, то есть пока все производства американские сосредоточены в Китае, и говорить о том, что они будут обратно релокализованы, говорить рано. И здесь тоже мы будем видеть такую вялую динамику, и, в принципе, кому интересен низкомаржинальный сектор, когда у Apple маржа прибыли, там, 20% у Google, 20%, зачем? Ну, то есть, в этом случае тоже мы можем наблюдать, да, низкомаржинальные отрасли, низкомаржинальные бумаги не вызывают интерес ни у спекулянтов, ни у инвесторов, получается? Нет, ну, в зависимости от экономического цикла, то есть, когда мы видим, что рынок будет расти, и экономика восстанавливается, зачем покупать защитные активы? Можно рискнуть купить развивающиеся циклические компании. Вот как раз возвращаясь к тому, да, о чем ты уже говорил, как раз сейчас то самое время до следовательствования Федрезерва. Саш, ну ты как непосредственно человек, который нажимает кнопки, да, ты бы сейчас порекомендовал на что посмотреть? Из отечественных бумаг? Ну, давай не из отечественных сначала. Не из отечественных? Не из отечественных. Компания Tesla Motors, слышали про такую? 14% на прошлой неделе дала на отчетности. А сколько, наверное, 160% с начала года? Процентов? Да. Нет, почему? А, с начала года, может быть, да, я смотрел за год, за год, по-моему, в 4 раза уже. За год ты имеешь в виду от июля к июлю. Да, 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 да. А с начала года где-то там процентов 150, по-моему. Да, а так в 4 раза выросло. А что заставляет такую динамику показывать? Отчетность лучше ожиданий. Ну, там вообще очень интересная, конечно, тема с этой компанией. Они, ну, это стартап, который работал долгое время в убыток и потом резко на ажиотажном спросе, когда там очереди на машины выстраиваются и продают их больше, чем там Мерседесов, соответствующего класса, или там BMW и прочих таких марок больше. Тут, соответственно, огромная прибыль, огромная наличка. И в США это вообще очень большое стимулирование, там, субсидирование государства, там, отсутствие налогов, бесплатные заправки и так далее. Соответственно, огромный спрос и на что это повлияло? Огромная наличка, начали раздавать долги, полностью рассчитались с государством, с Министерством энергетики, все эти беспроцентные у них кредиты были. И сосредоточили огромное количество налички, которое, как Элон Маск от СО утверждает, хватит для того, чтобы запустить в январе кроссовер их Tesla X и выпустить в ближайшие два года бюджетный автомобиль, цена которого не будет превышать 40 тысяч долларов, который сможет 320 километров на одном заряде ехать. Ну, для них это прямо то, что нужно. Это круто. Да, это круто. Ну, а опять-таки, если возвращаясь к тому, что вот этот выбор, да, на Tesla посмотреть, раньше ты говоришь, убыточный стартап. Ничто не предвещало, что он начнет стрелять вот такими вот темпами. А я писал. А когда, кстати, ты писал? Полтора года назад. Да, они еще 20 долларов стоили. Я просто как-то наткнулся на компанию в статье и начал смотреть, изучать. Я подумал, что все выглядит слишком круто, почему так слабо выглядят акции. Ну, на одном ресурсе финансовом разместил такую небольшую статью. А чем не идея? Ну, как бы счета нет у меня международного. Не вложился, но идею такую высказывал. Пожалел наверняка об этом. Ну, как пожалел, что теперь сделаешь? Ну, да. Жалеть об упущенных возможностях – самое неблагодарное дело, я с тобой соглашусь. Гильды, вот это все случай, да? Это выбор подобных бумаг – это случай. Ну, повезло, не повезло, да, посмотрели. Или все-таки есть какой-то системный подход, на твой взгляд, таким вещам? Ну, в таких вещам все-таки это стартап, если мы были уверены в том, что… Любой стартап так стреляет, да? Да, просто покупай стартапы и живи красиво, что называется. Да. Ну, здесь нельзя подойти к этому, потому что я знаю, как минимум, там, еще два стартапа, которые тоже направлены на развитие электрокаров в США, тоже на дотации от Министерства энергетики и правительства. Они обманкротились, да. То есть они где-то параллельно с Тесла в 2008 году начали эти проекты. Но здесь однозначно нельзя, то есть нужно быть экспертом и понимать, куда ты инвестируешь. И точно так же, как инвестиции в фармацевтический сектор. Совершенно верно, совершенно верно. Риски велики, ну и вот выхлоп тоже бывает очень даже приличный. Сейчас еще раз новости, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Как всегда, мы в это время говорим о текущей ситуации на финансовых рынках, ищем поводы для роста, поводы для инвестиций, поводы для спекуляций. Их, как, ну, по крайней мере, сегодня звучит в эфире от моих гостей, их предостаточное количество, надо просто места знать, наверное, так. Ну так вот, по поводу выбора этих мест мы продолжаем наш эфир. Еще раз я представлю сегодня в студии Гильды Саюнов, старший аналитик Альфа-Банка и Александр Двуреков, трейдер институтной компании «Максвей Капитал». Для вас, уважаемые слушатели, также напомню, телефон в студии 65 10 99 6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мыслями. И вернемся к разговору, Саша рассказал нам о замечательной бумаге компании «Тесла», да, и какие результаты она могла бы, ну уж извините за условное, за сослагательное наклонение, да, бы, конечно, применительно к финансовым рынкам. Вещь очень неблагодарная, было бы, чего уж теперь говорить, вот, но Саша, тем не менее, предложит сейчас, вот он за эфиром, по крайней мере, начал нам рассказывать с Гильды, предложит свой взгляд на выбор стартапов, так называемых, да, как можно спрогнозировать, что один какой-то, вот, в частности, видите, «Тесла» стрельнул, а два его коллеги, занимающиеся тем самым, обанкротились, как Гильды рассказал. Ну, тут можно обратиться к историческому опыту, то, что есть ключевые фигуры, есть люди, которые могут делать бизнес, и есть те, у которых это абсолютно не получается. Мы об этом узнаем спустя годы только, ты же не можешь изначать. Нет, 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 вот тут как раз есть огромная история, если мы берем, например, «Тесла Моторс», то ее CEO, Эллен Маск, он начинал заниматься программированием с детства, у него уже в университете, когда он в Канаде учился, он основал с друзьями небольшой стартап, который продал, ну, там, по сетевому, администрированный за 37 миллионов долларов, потом они открыли XCOM, который ныне известен как PayPal, который продали за полтора миллиарда ebay, потом SpaceX, проект о постройке ракет, в котором, идея которого была по путешествия, там, на Марс, ну, на Марс, на Луну, неважно, просто по путешествия, да, когда вышел Эллен Маск и заявил то, что «Наса тратит на ракеты такие деньги, я смогу построить ее в 10 раз дешевле», да, он как инженер. И проект за проектом у него стрелял, примерно в то же время он присоединился к проекту «Тесла», и человек был настолько одержим своими идеями, что рисковал всеми своими деньгами, он был практически на грани банкротства, и опыта от одной ко второй, к третьей, к четвертой проекту. То есть, другими словами, ты в качестве определяющего индикатора предложил бы личность некую, некую личность. Вот если, да, товарищ, имеющий за плечами уже успешные проекты, ввязывается в какой-то новый, то 90% что проект этот ждет успех. Классный момент, читал буквально год назад биографию Стива Джобса, Айзенка. Когда Джобса выгнали из Apple, он открыл свою компанию Next и искал деньги, тогда на Pixar и на Next привлекал инвестиции. Один мексиканский миллиардер искал, куда вложить деньги, и ему предложили компанию Джобса. Он сказал, а чем компании занимаются? Об этом лучше вам поговорить со Стивом Джобсом. О, Джобс, все, я даже не хочу знать, что это Джобс, я все, 100 миллионов долларов, не вопрос, и инвестировал в эту слепую. То есть, он услышал фамилию, да? Да, он услышал фамилию, он сказал, а, это Джобс, все, а я отдаю деньги. Откуда он на слуху-то был, если его попросили из Apple? Ну, так он начинал Apple с нуля, он продвинул Apple, он был ключевой фигурой, он делал презентации. Его имя было на слуху у всей Америки. Тяжело было найти человека, кто бы его не знал. Ну, понятно. Ильды, твое экспертное мнение. Действительно, помните, да, я уж не люблю о политике говорить, но в свое время в школе и в институте у нас был такой предмет замечательный, политэкономия. Вот личность, роль личности в истории, вот так звучала эта тема, одна из, по крайней мере. Мы можем говорить о успехе того или иного проекта финансового, да, полагаясь только на личность? Ну, на самом деле можно, но, опять же, здесь не все так однозначно. То есть, взять ту же самую биографию Мэг Уиттман, ну, нельзя сказать, что благодаря ей или не благодаря ей eBay стал eBay, к примеру. Ну, здесь есть и более такие простые проверенные подходы, какими пользуется тот же самый Buffett, то есть, инвестируя в то, что ты потребляешь. То есть, всякая Coca-Cola, такие простые вещи, которые не надо анализировать, там, сложные структурные финансовые продукты. Не надо что-то искать, да. Забалансовые счета и так далее. То есть, компания делает Coca-Cola, я пью Coca-Cola. Значит, все, возможно, остальные тоже пьют. Ну, давайте инвестируем. Покупаем Coca-Cola. Да, то есть, достаточно простые идеи, и, мне кажется, здесь тоже можно руководствоваться этим принципом. Ну, а если вот к позиции Саши вернуться, Coca-Cola, понятно, да, это уже не стартап, да, какое-то время прошло, все знают, что это такое, с чем его едят и пьют точнее. А если возвращаться к тому, что еще неизвестно, да, то есть, продукта нет конечного, есть только некая идея, мысль, мечта, ну, вот, в частности, там, да, ракету построить, чтобы путешествовать вокруг Земли, вокруг Солнца, вокруг Марса. Но, ну, то есть, на это сложно отреагировать, да, потому что я не знаю, что это такое, и получится ли это в принципе. Но, с другой стороны, я знаю, что этим занимается вот парень по фамилии Иванов. Иванов, а парень по фамилии Иванов, это эксперт. Вот на это можно повестись? Ну, я думаю, что парень по фамилии Джонсон или еще какой-нибудь в США, то здесь можно учитывать. В России, мне кажется, здесь очень много факторов, которые, в принципе, могут быть неподконтрольны там тому же самому менеджменту. Поэтому говорить однозначно, что если этот человек встал, руляя у этой компании... То все будет, да, в шоколаде. Да, все будет в шоколаде, ну, нельзя. Нельзя. И опять мы возвращаемся к специфике, да, российской экономики. Давайте немножко мы ушли в сторону, вернемся непосредственно в Россию. Я хотел бы, Гильды, ну, с тебя начнем, твои комментарии, ваши комментарии, Саш, да, услышать по поводу заседания, прошедшего заседания Центрального банка Российской Федерации, где, ну, хорошо, давайте так нейтрально скажем, где ожидания некоторых ваших коллег, да, не реализовались. То есть ставку не изменили, вот, да, комментарии я не читал, но вот сегодня я там пробежал по лентам новостей, в общем, какие-то нейтральные там были, по-моему, да, комментарии. Главы Центробанка и так далее, там потом Гильды. Ну, на мой взгляд, в принципе, это был ожидаемый итог этого заседания, потому что у нас не такая прям удручающая ситуация, при которой нужно экстренно действовать. То есть ЦБ видит, что инфляционное давление снижается, и здесь можно еще подождать и посмотреть, как дальше будет развиваться. В целом, действительно, первое полугодие, оно для российской экономики было такое, не очень удачное, но многие взлагают надежды на традиционный рост госрасходов в втором полугодии, особенно в четвертом квартале. Ну и, соответственно, это может в итоге вытянуть годовые показатели по росту ВВП. Ну, то есть говорить однозначно, что вот сейчас у нас резко тормозится экономика, ее нужно срочно как-нибудь там ускорять, вытаскивать, ну, нельзя. Пока ЦБ осторожно через другие инструменты потихонечку влияет. Я думаю, что это не та ситуация, при которой ЦБ там экстренно будет сейчас действовать. Я понял. Ну, Саш, вернемся к твоей заявленной фразе, что ты даже до конца года не ждешь изменений процентной ставки, ну, или как минимум изменений монетарной политики. Да, не жду изменений, потому что, в принципе, как вот сказал у коллега, не все так плохо. Если посмотреть на промышленность, на ВВП, то рынком скорее, точнее, нашему рынку больше поможет оживление на рынке середине, нежели чем ослабление кредитно-денежной политики. Уровень потребительского кредитования зашкаливает, и, соответственно, появляется логичный вопрос, зачем? Появляется логичный вопрос, доколе? Что зачем-то? Зачем снижать ставку, если кредиты берут, если она не поможет экономике? У тебя есть кредиты, кстати, потребительские? Никогда не связывался. Или ты, тебе даже боюсь задавать этот вопрос. Не, ну, просто смотри, логика-то опять. Если кредиты берут, ну, кредиты берут очень часто, не понимая, во что ввязывают, по крайней мере, наши сограждане, да, часто рассуждают именно так. Отлично. Вот тут как раз... Дают, бери. Вот тут как раз ЦБ себя еще сильнее, сильнее себя диверсифицирует, за счет чего, пока она не снижает ставку, в случае какого-то резкого там, резкого повышения процентов невозвратов, у нее остается больше механизмов... Маневра, да? Да, да, больше места для маневра, больше механизмов для того, чтобы как-то справиться с ситуацией. Поэтому, ну, просто зачем? Вот, снижать ставку нет никакого смысла. Ну, позиция твоя такая, что до конца года мы изменение ставки увидим вряд ли. Если не случится какого-то экстраординарного... Это понятно, да, мы все время прекрасно знаем, где мы живем, даже не Россию, а в принципе, в каком мире мы живем. В этом году смягчение ставки, я не знаю. Ильды? Ну, мы посмотрим, что будет. Пока ничего не предвещает снижение ставок. Ну, кстати, замедление инфляции, или ожидаемое замедление инфляции, да, вот, собственно, в третьем квартале, оно в этой ситуации каким образом на позицию Центробанка поддействует? Он скажет, ну, инфляция и так снижается, так что все оставим на месте. Или наоборот, инфляция в целевые уровни входит, вот сейчас можно снизить процент. Ну, мне кажется, это дополнительный фактор, который будет заставлять ЦБ подумать о снижении ставки. То есть снижение инфляции несколько развязывает руки для дальнейшего смягчения. Я понял. Хорошо. Хорошо, Саша, вернемся тогда к российскому рынку непосредственно. И у меня у тебя вопрос уже касаемо ЕГО в поиске интересных идей. Про Тесла ты рассказал, но это там за бугром, тем более еще тут нет на международном рынке, да? А на российском есть. Тогда расскажи, что тут интересно. Помимо металлургов. А, ну, вот как раз хотел про них сказать, что мечела на ЛМК, ну, не знаю, помимо металлургов. Ну, хотя, кстати, если так подумать, энергетика, вот ФСК, Россети последнее время, последние недели тоже себя достаточно неплохо чувствовали. И так как они там убиты просто очень сильно, они там бьют, стреляют там на 3-5 процентов. И в любой момент там рынок немножко оживился, они там могут хоп-раз там 10 процентов краткосрочно дать за день и все. Ну, как бы можно было и хватит. Ну, понятно. Не, ну, 10 процентов за день, конечно, неплохо. Да, вот энергетика. Это опять похоже очень на, да, на какие-то гадания на кофейные гущи, там, на поиск каких-то вот сиюминутных. Нет, ну, почему? Я достаточно конкретно скаут ФСК, Россети. Достаточно дешевые, да, могут ли быть дешевле, могут, но если рынок стрельнет, то, я думаю, они покажут хороший рост. А что в отношении, Гильды, в отношении банковского сектора Российской Федерации, по крайней мере, ну, собственно, сектор не так широк, что называется, да, Сберда, ВТБ, что можно сказать? Ну, здесь, на самом деле, не очень однозначная ситуация. Дело в том, что у банка с начала года падает процентная маржа, то есть банки повышают свою доходность за счет предоставления непроцентных продуктов. Ну, это говорит о том, что основной бизнес у них так себе вяло чувствует и говорит о том, что вот нас ждет светлое будущее, в банковском секторе нельзя. Если говорить о каких-то долгосрочных инвестициях, то можно вспомнить недавнюю, прошумевшую на весь мир историю с Уралкалием. Все-таки менеджмент неоднозначно говорит о том, что в дальнейшем рынок ждет консолидации. Это, в первую очередь, хорошо повлияет на сектор. И даже если сейчас сформировать, я, конечно, ожидаю, что в дальнейшем несколько припадут бумаги, потому что это еще не дно, при котором мы бы узнали уже понизившиеся цены на поставку калия или затоваривание азиатских рынков вследствие дешевого сырья. Но можно прикупить. Ну, тем не менее, если говорить о проблеме, вопрос открытый еще остается. Сейчас еще раз новости на Финам.ФМ. Послушаем и потом продолжим. Ну что ж, друзья, последняя заключительная часть эфира. Сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня в гостях Гильдзе Саюнов, старший аналитик Альфа-Банка, и Александр Двуреков, трейдер институтной компании «Максвелл Капитал». И, как всегда, в это время мы обсуждаем текущую ситуацию на финансовых площадках и ищем способы, ищем возможности для заработка. Собственно, вполне благородная задача мы с нами перед собой. Уважаемые слушатели, еще раз. Телефон студии 6510-996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Ну и в продолжении, точнее уже в заключении нашего разговора о нынешних непростых событиях на финансовых рынках, в частности на отечественном рынке, в поисках идей, я хотел бы попросить обсудить текущую ситуацию на рынке драгоценных металлов, в частности на рынке золота. Еще раз я прокомментирую текущую его ситуацию. Ну давайте вот я на график прям посмотрю. Значит, после того, как в июне месяце мы увидели снижение в район 1180 долларов за унцию, значит, произошел достаточно быстрый в течение двух с половиной недель отскок в район 1345 долларов за унцию. Ну и вот на прошлой неделе снижение в район 1300, и я так понимаю, что некая поддержка, что называется, на этом уровне видна. Далее можно предположить торговлю в диапазоне, но а в принципе, возвращаясь к тому, о чем мы начинали, ожидания CPI в Штатах и разговоры вокруг некой инфляции, будет она, не будет она, а сворачивание QE3 опять-таки, да, что в глобальном смысле ждать от золота. Потому что, я повторю, с одной стороны, мы не видим вверх, потому что нет ожиданий инфляции, по крайней мере, среднесрочно, мы не видим низ, потому что уже близкие уровни добычи, да, себестоимости добычи, так называемые, извините уже за сленг такой. Ну, еще не близки, все-таки нужно понимать, что золотодобывающие компании только в этом квартале начали сворачивать производство из-за низкой себестоимости. Соответственно, дефицит предложения мы увидим только в ближайшем году, да, или в конце этого года. Да, соответственно, фактически это повлияет только в конце года на предложение золота и преддверии, то есть могут совпасть такие события, как последнее в этом году заседание Феда, низкое предложение золота. То есть, ну, это будет достаточно большая волатильность, но говорить о том, что там в ближайшее время будет какая-то поддержка, вряд ли, все-таки все понимают, что рано или поздно программу количественного смягчения нужно будет сворачивать. И это приведет к падению цен на золото, правильно я понимаю? То есть, вот 1180, да, о котором я говорил, июньский минимум, это может быть и не предел. Это может быть и не предел. Саш, ты вообще золотом торгуешь, нет? Я наблюдаю за золоту. Наблюдаю за золоту, хорошо. Ну, по поводу того, что ужесточение кредитно-денежной политики Федрезерва, ну или вообще просто сворачивание QE3. Ну, в каком-то варианте, да. Да, да. Ну, не факт, что это так уже повлияет на золото, это будет зависеть как раз от инфляции. Потому что, фактически, драйвер роста для золота это инфляция. Соответственно, если начинает разгоняться инфляция, начинает уходить золото. И наоборот. Ну, в США традиционно низкая инфляция, и каких-то предпосылок для ее увеличения нету, и все спекуляции, которые, все лет об этом говорим, то, что спекуляции по поводу сворачивания, сворачивания, все говорят. Ну, это весело, по крайней мере. Ну, да, какое-то движение для рынка. Рынкам же нужно двигаться. Будут сворачивать, будут, покупаем, не будут, продаем. И вот так все летом. Под заявлениями там, покупаем, покупаем, продаем, хотя я вот лично тоже не вижу никаких предпосылок для сворачивания, поэтому думаю, что золото... По поводу сворачивания КОИ-3 и динамики золота, нет здесь логики в том, что если, да, КОИ-3 будут прекращать потихонечку, то все будут выходить, естественно, да, из рисковых активов в доллар, и точно так же мы увидим укрепление доллара против золота, нет? То есть золото будет дешеветь, другими словами. Именно потому, что все пойдут в доллар. Нет? Ну, нет. Нет. Хорошо. Я так не думаю. Ну, изначально я вообще не думаю, что будут сворачивать политику, а второе, я думаю, если ее будут сворачивать, то для этого должны быть предпосылки. Я же говорю, если... А предпосылка это инфляция, высокая инфляция? Да, а высокая инфляция как раз должна поддержать, поддержать золото. Поэтому я не жду, что убьют золото, что все из него выйдут, ну, учитывая, что оно и так достаточно дешево. Ну, а вот уровень себестоимости, он никаким образом не поддерживает его сейчас на нынешних ценах? А, ну, имею в виду то, что если стоимость добычи... Да, и будут сворачиваться, будет наблюдаться некий дефицит, ну, дефицит традиционно, да, там, стимулирует цену на золото, но это, опять же, говорю, это поддерживающий фактор снижения, там, сильного по золоту, там, в этом квартале, там, в этом году я не жду. У золота достаточно каких-то моментов, которые могут его поддержать. Хорошо, хорошо, бог с ним, с золотом. Российский рубль давайте обсудим, у нас осталось не так много времени. Значит, я напомню, что, 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 что происходит с рублем. Последний у нас рост рубля, это какой у нас, июльский рост рубля, да, ограничился уровнем 32.20, и оттуда мы вновь выросли, где-то практически на рубль, или, точнее, потерял рубль, да, где-то, фигуру 33.20. Вот сейчас диапазон 32.80-33.20, ну, и в рамках восходящего канала, и смотреть на график, ну, или, там, продолжая ослабление рубля, мало-помалу, что называется, да. Гильдин, на твой взгляд, что с рублем в ближайшей перспективе? Ну, если говорить просто, вот, мы представляем, что ситуация в экономике России, там, не изменится в ближайшее время, то есть у нас будет такой же платежный баланс и его структура. Соответственно, можно предположить, что текущий рост доллара к рублю, он ознаменован нескольким фактором. Я не говорю о том, что у физиков есть какой-то, там, традиционный спрос на отпуски, но есть следующие факторы, что именно на август приходится спрос на дивиденды, то есть выплата дивидендов, а у нас, так как основные бенефициары, это западные компании, им нужно конвертировать рубли в доллары и отправлять это бенефициарам российских компаний. Соответственно, это один из факторов, он кончится, и мы увидим, там, некоторые укрепления. И здесь, я думаю, что это такой временный фактор, и, скорее всего, уже ближе к концу года, если, опять же, ничего не изменится, то, конечно, к концу года мы увидим, там, где-то 32,6, где-то так, мы прогнозируем. То есть, но если, там, энергоносители падают или еще что-то, это другие ценности. Ну, опять, если, да, сворачивают такую и три пресловутую, да, то, соответственно, будет другая история. Саша, что ты видишь? Где рубль? Ну, рубль очень слабый. Где рубль? Куда рубль делал? Да, и, конечно, сохраняем надежду на то, что рубль будет в ближайшее время чувствовать себя получше. Ну, если, в принципе, задуматься, то цена такая, по рублю, близко справедливая, потому что... Сейчас, сейчас? Сейчас, да, сейчас, потому что, если посмотреть по итогам года, отток капитала из рынков, отток капитала, по данным ЦБ, в принципе, из России, то он не прекращается, темпы огромные. Деньги из страны забирают, забирают их в долларах. И просто, как бы, это какая-то такая точка, то, что... То есть, на твой взгляд, это главная причина? Я считаю, что до этого это просто не полностью было заложено в паре рубль-долларов. Сейчас это просто больше, точнее, меньше начинает коррелировать, больше начинает соприкасаться. Поэтому, ну, знаете, это, как всегда, если там рубль начинает падать, там можно найти причину, почему он падает. Если начинает расти, то тоже всегда можно до чего докопаться. Абсолютно верно. За что я люблю профессию аналитика, он всегда найдет причину. Правда, сделает это он уже позже, да? Но всегда причина. Ну, безусловно, всегда причина-то есть. Какая из них перевесит в конечном итоге, да? Вот, кстати, опять, если вернуться к текущей динамике в паре доллар-рубль. Вот высокие цены на нефть традиционно должны укреплять рубль, правильно? Ну, другой чаши весов есть. Отток капитала, да? Есть там ситуации в глобальной экономике. Спрос на доллар в преддверии выплаты дивидендов и чаши весов. Вот это недостаточно, а вот это вот перевесило. Ну да ладно. И последнее. Поскольку уж мы о валюте заговорили, если не возражаете, уважаемые гости, давайте мы посмотрим на глобальный рынок. Ну, в частности, на пару евро-доллар. Значит, я опять-таки картинку быстренько пробегу. На прошлой неделе, да, сегодня понедельник, пятница, четверг. Четверг был, ну, такой, локальный максимум, хай. Чуть выше 1.34. И сейчас вот есть снижение 1.32.90, то есть уже больше фигуры потерял евро-доллар. Вот. Значит, 1.34 это максимумы этого же года. Июньские, по-моему, или майские. Что-то вижу. Вот. Ну, и говоря о перспективах, Саш. В евро-долларе, да, отражая там какие-то глобальные тенденции, что ты ждешь в этой паре? Честно говоря... Не твоя тема? Ну, немножко не моя тема. Я... В принципе, я более-менее не осведомлен, но никаких конкретных ожиданий нет. Собственно, пара евро-доллар, она связана больше с политическо-экономическими факторами, которые... Ну, и они все связаны с политическо-экономическими факторами. Ну, понятно, да, насколько там европейский кризис замедляется и насколько там выравнивается ситуация в Америке. В общем, пара евро-доллар за последнее время, по крайней мере, не показывала никаких-то таких неожиданных движений. Все было вполне предсказуемо. Ситуация с Европой немножко утихла. Последнее время мы как-то немного слышим оттуда каких-то серьезных вещей. Кстати, не успели мы, да, про Европу говорить, ну ладно, тогда уже завтра. Или ты что-то по поводу евро-доллара скажешь 30 секунд. Да я думаю, что пока говорить о каком-то там супер-развороте нельзя. В Европе все готовятся к выборам в Германии. Такой определяющий регион для политики еврозоны. А в США, конечно, будут ждать определенных каких-то намеков по срокам к ЮТИ. Ну а пока, условно говоря, в узком диапазоне будут двигаться пары, пока не будет драйверов каких-то для движений в ту или иную сторону. Спасибо огромное Гильды Саюнов, старший аналитик Альфа-Банка, Александр Двуреков, трейдер институтной компании «Максвелл Капитал». Сегодня в сухом остатке. Спасибо гостям. Уважаемый слушатель, спасибо за внимание. До завтра.